всем привет сегодня начнем тему аутентификации и перед тем как углубиться в эту тему я хотел бы рассказать о том как мы это делаем в общих чертах и почему мы это делаем как вы знаете мы используем http протокол который является stateless а что значит stateless это означает что каждый запрос рассматривается отдельно нет никакой связи тогда каким образом мы можем понять что и допустим ей идет какая-то серия запросов на сервер как мы можем распознать что это один и тот же юзер и вот здесь нам помогает механизм куки то есть происходит все примерно так есть какая-то форма логина и пароля юзер вносит туда свои данные и отправляет на сервер мы проверяем корректность эти данных нашли это вообще юзер если нет то мы предпринимаем соответствующие действия например юзер мог ошибиться мы ему можно попросить его по новой заполнить данные а если допустим юзер у нас ввел корректные данные тогда мы ему отвечаем помимо основного ответа мы отвечаем ему вместе с куками то есть нашим ответе ему есть часть кода которая содержит куки куки это вот эта маленькая часть информации в которой которую мы зашифровали что это наш юзер и каждый следующий запрос кстати помните что запросы всегда передаются с куками так вот каждый следующий запрос мы следуем именно эти куки и потом сравниваем с теми данными которые у нас есть куки могут жить долго и поэтому есть смысл проверять даже если куки вроде как валидные но надо их проверить что у нас вообще юзер это наш что юзер это наш вот так примерно обстоят дела у нас с вебом на текущий момент ну что ж давайте теперь в практике посмотрим как все это выглядит на практике как вы видите я уже создал проект немного со странным именем а у а но это не имеет значения так и и и я его создал если вы можете заметить без базы данных мы сегодня просто исследуем исследуем механизм куки мы не будем заниматься хэшированием пароля и не будем соответственно соли никакие не будем рассматривать мы сегодня займемся именно механизмом куки и через этот механизм мы еще немного поймем как работают плаги что это такое с чем их едят так а теперь поехали значит готовить наш проект это я сворачиваю это я сворачиваю и поехали 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 так и здесь для начала давайте 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 не то мы Coming buff не нужен рутер 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 создадим на счет контроля секрет контроля умеет будет секретная страница которой мы будем ограничивать доступ к ней будет у нас иметь доступ только те юзеры которые залогинились всем остальным этот доступ будет закрыт они не смогут попасть туда так теперь поехали создавать view и у секрет view модуля а у по в секрет секрет view юз а у а в атом view сохранили теперь сразу создадим здесь папку папку и файл индекс индекс html значит поехали создадим папку секрет секрет и в ней сразу создаем индекс html 2x и здесь например пусть будет на нашей секретной странице отображаться промо код какой-нибудь промо код какой-нибудь так 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 и теперь нам нужно еще контроллер создать секрет контроля так так и поехали и поехали деп модуля деп модуля деп модуля деп модуля Теперь нам нужно создать метод индекс у данного контроллера. И мы будем отвечать render.con.index.html, то есть вот эта наша страничка будет от ресурса, и в ней мы передадим промо, и тут какое-то напишем, допустим, I want it, I need it, I want it, I need it, вот это будет, типа, наш промо-код, сохраняем здесь, здесь мы пишем промо, 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 сразу добавим, как в прошлый раз, вот эту библиотеку, чтобы не мучиться. Так, добавим мы её, естественно, в layout, в layout, в layout, в layout, вот, добавили, вот это мы, как в прошлый раз, удаляем, добавляем, и добавляем, опять же, как в прошлый раз, вот эту вот навигацию. Так, 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 так. Вот эти внутренности мне не нужны, вот я их удалю, здесь я сразу пропишу, 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 page, pad, путь, на главную страницу. Ага, делаю здесь центр, и здесь ауа, ауа, окей, окей. Теперь, давайте запустим, посмотрим, что у нас на данный момент есть. Пишем mix, phx, server. Компиляция, компиляция, компиляция. Запускаем наш сервер, запускаем наш сервер. Вот так, собственно, у нас выглядит на данный момент индекс страницы, а наш секрет страничка, которую мы чуть позже, которую мы чуть позже, 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 надо сделать... будем ограничивать контроль, сейчас она, как видите, доступна всем. Наша цель ограничить к ней доступ. Граничить к ней доступ. Граничить к ней доступ. Так, вот, поехали. Значит так, чтобы облегчить задачу и чтобы ролик не получился совсем длинным, мы допускаем, сделаем допущение, что юзер, юзер уже зарегистрирован в системе. То есть существует уже некоторая база юзеров. Мы её сделаем виртуальной. И очень топорным способом. То есть здесь я создам dbx dev в модуле aua db. И здесь будет у меня функция, которая возвращает базу. base. То есть очень примитивно, очень неэффективно. Но это не имеет никакого значения. Пишем maria, maria, maria. Так, в maria вводит пароль qwerty. И пишем джон. У джона, у джона, у джона, у джона будет пароль acd. джон, джон, джон. Вот. Это будет наш, типа, наша база данных. И будет, правда, всего два юзера, но для наших, кстати, это достаточно. Так, дальше. У нас есть секретная страница. У нас есть база данных юзеров. То есть ключ у нас будет имя, а значение будет пароль. окей, 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 окей. И теперь нам нужно, нам нужно, нам нужно, нам нужно, нам нужны плаги. Так, с чего мы начнем? А, нам нужна еще страничка, где юзер вводит пароль, 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 пароль. Поэтому давайте создаем, создадим ее. entry, назову ее entry. html и и. И пишем. Мы здесь никаких связей с базой данных не имеем, поэтому создаем форму для кона. У меня есть ролик специальный, там я рассказывал про простую форму. Поэтому давайте пишем. Page. Пути у нас еще такого нет. Мы его создадим чуть позже. Так. Начало сделано. Так, нам нужна кнопка Submit. 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 Login. Пишем класс. . . . . . Пусть будет она зеленой. И мне нужно два input. Два text input, которые юзер вводит свои данные. логин забыл F тут передать логин, логин, логин placeholder поставим напишем, что здесь your login и класс класс поставим form control control ок и еще точно такой же для для пароля пишем your password так, форма у нас теперь есть, теперь мы ее можем даже вынимать для этого нам нужно создать пост метод и не только пост но и entry значит, entry 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 здесь я ошибся, не entry, а здесь мы мы назовем логин назовем назовем этот метод логин и здесь значит логин и реагировать мы будем по адресу entry entry, но здесь метод у нас будет пост значит окей разделю тут чтобы было более явно что это у нас page controller то есть у нас вот форма сейчас должна быть отрисоваться давайте посмотрим значит entry контроллере контроллере забыл контроллере надо же реализовать надо же реализовать надо реализовать значит нужно реализовать наши две функции entry con entry, entry здесь будут параметры ой, здесь нет никаких параметров здесь мы просто пытаемся показать юзеру страничку с заполнением формы и поэтому мы просто render и entry html пишем а вот тут нам нужна страничка функция, которая обрабатывает пост-запрос это мы мы логин назвали да здесь con здесь параметры do и а вот здесь мы сделаем как обычно мы будем инспектировать мы будем здесь инспектировать что нам пришло парам чтобы удобно доставать так поехали что я тут опять unexpected rich line of the значит page controller page controller 9 5 ах да ошибся почему-то нужно же connection обязательно давать здесь пока ничего не делаем здесь будет ошибка это не важно и наконец-то у нас появилась форма давайте тут пишем maria и qwerty double пароль так это естественно ошибка возникает ну нам это не важно мы хотим посмотреть что у нас что у нас что у нас внутри внутри у нас вот такая вот естественно форма так так поэтому через есть pattern matching сейчас вытяну немного чтобы было чуть понятнее значит так здесь будет у нас name а здесь будет пас так 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 name и пас name и пас сделали нам и пас сделали теперь теперь это нас больше не интересует поэтому удаляем и значит так и вот здесь когда юзер передает данные мы будем пытаться 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 занести данные в куки значит значит поехали делаем кейс стэтмен кейс стэтмен заведем сразу название функции чек дэйт бэйс знак восклицания обычно обозначает что это возвращается true или false по большому счету хотя мне вроде как это не нужно да здесь по идее не будет так что чек дэйтбэйс чек дэйтбэйс чек дэйтбэйс чек дэйтбэйс и сразу имя с паролем никаких особенных различий по поводу например если юзер неправильно ввел пароль но правильно ввел логин свой юзернейм мы делать не будем будем думать что то есть никаких специальных сообщений по этому поводу делать не будем ладно поехали допустим наш эта функция еще не создан мы ее чуть позже создадим допустим она возвращает окей это кстати стандартный паттерн когда какая-то функция возвращает кортеж где первый элемент окей а второй элемент какой-нибудь терм так у нас будет у нас будет юзер мы вернем юзер юзер и тогда что мы делаем мы берем connection 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 сделаем сообщение сделаем сообщение по типу welcome back welcome back welcome back welcome back где решетка у меня welcome back welcome back welcome back так потом мы кладем в сессию поле юзера с именем юзер и все это дело мы перенаправляем перенаправляем redirect 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 to roots page path page path на главную страницу окей первую ветку сделали сейчас надо ветку файла если по каким-то причинам здесь нет данных мы будем возвращать ответ нил или давайте более информативно что ли а а а ноу дата ноу дата ноу дата вернем ноу дат ноу дата ноу дата ноу дата и то же самое делаем connection connection также сообщение кладем флаж здесь сообщение об ошибке мы и пишем типа накоподобие please please try again ну это напишем например something something is wrong something is wrong something is wrong 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 мммм окей и и и перенаправляем на ту же самую главную страницу и перенаправляем на ту же самую главную страницу которая check date base значит так и пишем def check date base она у нас принимает значит name и path и мне нужно будет использовать вот этот db db и тут функция base db значит db и точка сразу я напишу значит тут base db base назову db base назову db мы будем проверять мы будем проверять мы будем проверять наличие имени батя данных и если он существует мы будем сравнивать пароль так что поехали пишем case map хэске 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 значит так base и проверяем по ключу значит по имени нашему и какие у нас тут варианты у нас может быть false если у нас такого имени даже нет то мы возвращаем зачем я кстати возвращаем просто atom no data допустим если у нас не false а true да значит юзер у нас такой существует и тогда что нам нужно сделать нам нужно сравнить пароли значит пишем if map get the base the base main пишем равно равно пасворду пасворду ммм ммм ду ну ду пишем окей и возвращаем будем возвращать само имя и его и его будем записывать куки else else если else то так и пишем no data да можно будет сделать тут разделение по поводу что неправильно ввел юзер пароль но мы этим заниматься не будем наша цель другая наша цель посмотреть общую схему как все это вместе соотносится окей значит сделали первый шаг вот у нас логин да логин и во время логина значит мы записываем сессию и перенаправляем или перенаправляем и сообщаем об ошибке что что-то пошло не так окей следующий шаг это нам нужен нам нужно установить нам нужно установить нам нужно установить юзера нам нужно установить юзера да так сейчас я вот здесь вот напишу plug 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 где я его размещу то где бы мне его разместить то здесь ну пусть будет папка plug что ли и как мы его назовем назовем set name set name set name set name назовем его set name мы же имя да устанавливаем set name значит так пишем dev модули dev модули пишем dev модули awa web здесь напишем plugs plugs и напишем set name так теперь пишем use ой не use что нам нужно нам нужен нам нужен нам нужен здесь импорт plug com мне нужно импортировать импорт plug com то есть вот это у нас мы создаем сейчас plug в виде модуля чем он отличается от функции то по большому счету ничем у него просто можно еще функцию и нет у него есть то здесь мы можем делать какие подготовительные данные и функция call мы должны определить как когда мы определяем plug как модуль мы должны определить две функции и нет это какие то данные инициализируются которые ответ которых потом перевод вот сюда но у нас сейчас нет никаких данных то есть здесь вы можете подготовить какие данные которые нужны для работы данного коннекшена так значит так мы пишем юзернейм юзернейм мы мы пытаемся достать вот эту вещь под сэшн то есть когда юзер зарегистрирует внес вот эти свои данные мы их потом передали ему они теперь хранятся теперь он допустим делает когда будет новый запрос сделать мы пытаемся прочитать прочитаем мы пытаемся прочитать эту эти данные если они вообще там так что и пишем вот юзер и тут поскольку куки в принципе хранятся долго есть смысл что мы здесь никаких ограничений не делали есть смысл проверять на следующее проверять на следующее здесь мне тоже надо поправить потому что не найдет иначе так а а а db base и юзернейм здесь какие варианты могут быть это может быть нил но нил у нас в мапе нет поэтому вернется фэлс и это в итоге этот кондишен не сработает если есть здесь что-то в нашей мапе такой юзер то мы опять воспользуемся асайгном то есть мы в объект кон в объект кон запишем данные о юзере юзер и запишем юзернейм во всех других случаях не важно какие они там будут мы запишем что никаких данных у нас нет вот то есть мы запишем нил так я здесь энд еще потерял так теперь теперь все хорошо теперь где мы этот плаг будем использовать а мы его будем использовать вот в этой цепочке общих плагов здесь мы используем чтобы использовать его нужно прописать полное имя модуля то есть где он у нас ауа в ауа в плагс и с с теперь смотрите перед тем как перейти к нашим контроллерам мы попытаемся наш коннекшен коннекшен да записать данные юзер юзернейм из сессии то есть мы фактически проверяем пустая сессия или нет теперь дальше вот этими данными мы будем пользоваться каким образом так видео уже 40 минут многовато конечно но что делать что делать так нужно быть внимательным спешить некуда теперь что нужно сделать теперь нам нужно открыть наш секрет контроля и здесь мы пишем функцию плаг которая будет проверять чек скажем чек юзер то есть что мы будем делать мы будем проверять мы будем проверять если у коннекшена вот это поле и заполнено ли оно если оно заполнено то мы дадим возможности открыть эту страницу а если оно содержит поле то мы сделаем редирект так и пишем пишем дев чек юзер как и любой плаг первый параметр кон второй второй это скажем параметры настройки дальше поехали пишем миф коннекшен и проверяем вот то поле которое мы вот присвоили пишем assigns чтобы достучаться до поля там есть поле значит assigns и и мы пытаемся прочитать вот этот вот юзер теперь если все хорошо то мы то есть если вот эта операция хоть чем-то заполнена то мы пропускаем коннекшен дальше но если по какой-то причине не заполнено то есть нил вернется нил к слову это fails запомните очень удобно иногда бывает то мы что сделаем мы перенаправим и здесь еще сообщение мы ему отправим юзеру что you must be logged you must be logged you must be logged ok ну давайте такое сообщение так теперь дальше теперь нам нужно сделать redirect куда мы сделаем redirect а давайте его отправим на страницу на страницу регистрации ой на страницу ввода ввода данных это у нас был page pad здесь помните com и entry у нас здесь был и и останавливаем наш поток чтоб дальше никуда не шло так сохранили и вроде как все надо тестить надо тестить так так модуль аудб где is unavailable название опять неправильно сделал вопрос только где где вопрос только где вот я его вызывал так где наш в общем сейчас поставлю на паузу и поищу где-то я ошибся букву а нашел где попутал модули в плаг модули set name вот значит наша страничка теперь вот так выглядит о я здесь надо добавить еще пару линков давайте сразу добавим пару линков пару линков добавлю здесь функцию чтоб не писать все время пока еще по идее надо сайн аут добавить ууу как все растянется ну что делать что делать растянулось конечно видео то то на на по идее сайт на либо сделать и funk вот здесь я сделал кнопку логина А давайте вот смотрите Secret Видите, мы не можем Войти на кнопку Ключевой момент, что Мы не можем Мы не можем зайти на страницу Secret, а вот если мы введем Пароль и паспорт Вот у нас сообщение И давайте Снова попробуем на Secret Сейчас по идее мы Вуаля, ту-ту-ту-ту-ду Отлично, видите, все работает То есть мы сумели ограничить Сумели ограничить А теперь нам нужно Как-то Юзеру выйти, юзеру выйти Юзеру выйти Так Мне нужна функция Logout Мне нужна функция Logout Так что снова идем на наш Рутер, рутер, рутер Создаем Logout Logout Метод Метод Get Теперь мне нужно Мне нужно идти в PageController Пейдж Контроллер И создать Функцию Logout Дев Logout Connection Парамс Они мне не нужны Ду И И И Мне нужно здесь Освободиться От всех Мне нужно здесь Освободиться От всех От всех Как их называют Сплю уже По ходу дела От всех От всех От всех От всех Кук Так Для этого Для этого Нужно использовать Следующую функцию Конфигура Session И Мы Установим Флаг Drop True И Перенаправим На Где здесь Редиректа На главную страницу На главную страницу Переправлю Окей Теперь Давайте Создадим Давайте Создадим Ну Вот Здесь Можно Воспользоваться Теперь Logout Вот Все Теперь Я Не могу Заходить На Страничку Secret Теперь По хорошему Мне Нужно Создать Создать Кнопочку Создать Кнопочку Давайте Создадим Кнопочку Простую Давайте Создадим Простую Кнопку Вот Здесь Создадим Значит Смотрите Пишем Снова Эликсир Код И Пишем Значит И Нив Connection Assigns User То есть Если там Что-то Есть Для нас Для нас Да Если там Что-то Для нас Есть И это Ни Нил И это Ни Нил Да Do Давайте Отобразим Здесь будет Else Здесь будет End Давайте Отобразим Следующие Ссылки Link 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 Logout Нам нужен Здесь Так И пишем Logout И Roots 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 Page Path Передаем Con И У нас была функция Logout Logout Да Ну и Можно Класс Давайте Btn Btn Primary Btn Primary И тут Допустим Пусть будет Давайте Я сделаю Красный Red И А если User User Login Здесь Мы Создадим Green А если User Хочет Если У нас Здесь Нет Ничего Нет Никаких Данных Да То Нам Нужно Нам Нужно Нам Нужно Перейти Я Уж Забыл Какая У нас Функция Отвечать За Это Дело Login 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 Так Идём Проверяем Ошибся Link Так Не совсем Понимаю Не Не Совсем Понимаю Всё Понятно Забыл То Забыл То Забыл То И Сейчас Должно Быть Всё Окей Вот Наш Логин Это Нас Перенаправляют На Страницы Логина Давайте Вот Вот Мы Вошли Вот Наша Кнопка Logout Допустим Мы Можем Сейчас Перейти На Секретный Секретный Нашу Секретную Страницу Доступную Только Для Юзеров Ну Пожалуй Всё Можно Выйти Так Можно даже Посмотреть Где у нас Где у нас База данных Была Там Был ещё Джон И АСД Можно Например Джон АСД Вот Welcome Джон Всё Работает Круто 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 Отлично Ой Целый Час Целый Час И по Хорошему Надо Как бы Повторить Всё Это Дело Что Мы Сделали Давайте Повторим Что Сделали Значит Во-первых Создали Базу Данных Базу Данных Для Удобства Типа Мини База Это Просто У нас Мапа С Которой Мы Сверяемся Теперь У нас Мы 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 Работаем Создали Секретную Страничку Которой Мы Намереваемся Ограничить Доступ Создали Страницы Логина И Создали Специальный Метод Пост В котором Юзер Передает Свои Данные Создали Точку Логаута То есть Где Сбрасывается Сбрасывается Сессия И Мы Переходим На главную Страницу Теперь Дальше Перед тем Как Собственно Вот эти Все Плаги Заработают Мы Пытаемся Установить Имя Допустим Куки Уже Существуют И Нет смысла Просить Юзера Передавать Ну Запрашивать Его имя Пароль Заново Мы Пытаемся Их Сперва Прочитать Сперва Пытаемся Их Прочитать Для этого Мы создали Специальный Модуль Плага Вот Мы используем Модуль Плага Давайте Посмотрим Что он делает Он 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 Пытается Прочитать Из сессии Из сессии Которая Передается Вместе С запросом Поле Юзер Поскольку Сессия Может Храниться Очень Долго То Мы Должны Проверить Что у Нас Такой Юзер Есть В Базе Вот Эта Сессия Она Уже Подтвержденная То Нам Здесь Пароль Проверять Не Нужно Да И Некак Здесь В Этой Сессии В Куки В Куки В Куки Да Хранится Юзер Мы Сейчас Достаем То есть У нас Тут два Варианта Либо В этой Сессии Есть такое Поле Либо Его нет Нет Такое Есть Юзер Да То Мы Записываем Наш Главный Объект Кон Юзер Поле Юзер И Записываем Его Значение Кстати Можно Посмотреть Хотя Я Не Знаю Где Ладно Так Скажу Куки Хранятся В Зашифрованном Виде Так Что Не Думайте Что Там Кто-то Возьмет И Может Напрямую Записать Своё Имя И Попытаться Воспользоваться Вашим Сайтом Нет Ничего Не Выйдет Они Передаются И Хранятся Там В Зашифрованном Виде Так Теперь Дальше Вот А вот Здесь Мы Уже Работаем Мы Тут Скажем Так Вот Эти Функции Расшифровали Теперь Мы Достаем Теперь Что Мы А Теперь Мы Записываем Если У нас Такой Там Что-то Было В Куках То Мы Записываем В Connection Это Поле И Потом Мы Будем Работать Именно Вот С Полем Из Connection Если Не Не Было Там Ничего Мы Мы Также Запишем User Но Значение Мы Поставим 0 Так Теперь Мы Можем Работать С Коннекшеном И Единственную Страницу Которую Мы Хотим Ограничить Это У нас Некая Страница Secret Она Она Нес Чтобы До нее Достучаться Мы И И И И И Здесь Мы Прописываем Специальный Плаг Который Плаг Функцию Которая Пытается Вот Это Поле В Коннекшене Прочитать То есть Оно Может быть Либо Нилом Нилом Уже Заполнено Каким-то Значением Если Оно Заполнено Значением Мы Позволяем Юзеру Продолж Ой Продолжаем Позволяем Коннекшену Продолжить Своё Путешествие То есть Он Переет В Эту Функцию И отрисует Наш Промокод А если Там Друг Оказался В Коннекшене Нил То мы Возвращаем Его На главную Страницу Сообщением Ой На страницу С полем На страницу Которая Ответственна За Логин И Сообщением Об ошибке Что Вы Должны Быть Залогированы И Останавливаем Всю Эту Цепочку И По схожему Вот По схожему Принципу Работают Все остальные Авторизации Там Можно Конечно Ещё Настраивать Более Тонкие Настройки Там Разделять Юзера Админов И Прочие Вещи То есть Все работает Все работает Все здорово Ну ладно Целый час Убил А почему Убил Целый час Потренировался В написании Этого Написание Этого Чуда Так что Все See you next time See you next time Напоследок Хотел бы вам Показать Как хранятся Куки Чтобы вы не думали Что вы можете Взять их В них И записать Запросто То что вы хотите Вот Куки К примеру К тому сайту К этому сайту Давайте Теперь Выйдем И Соответственно Кука Вот эта Стерлась Теперь Вот видите Если заметили То произошли Некоторые изменения Но вы как бы Вот ни разу Не сможете Спокойно взять И расшифровать И если кто-то Это сможет сделать Считайте Весь интернет Сразу накрылся Вообще Весь интернет Вся безопасность Сразу накрылась Так что Куки Шифруются На ура Ну на сервис Точно See you next time Продолжение следует...